Что касается практических вещей, которые мы как Министерство промышленности и торговли делаем в направлении цифровизации сельского хозяйства, то, конечно, у нас, по крайней мере, в моем департаменте акцент стоит на машинах и оборудовании, которые используются непосредственно в сельском хозяйстве и в перерабатывающей промышленности. Во-первых, наверное, вы уже, если бываете в полях, вы, безусловно, эксперты, интересуетесь не только IT-технологиями, но и шире. Вы видите, какой прогресс совершило наше российское машиностроение. Оно заключается в неких экономических показателях, и основной показатель – это доля наших машин на рынке. Если еще буквально 4 года назад доля наших машин российского производства была менее четверти на рынке, то последние два года мы перешагнули в рубеж в 50%, и достигли это не только за счет мер государственной поддержки, которые мы, безусловно, с Министерством сельского хозяйства реализуем, но в первую очередь благодаря тем техническим и технологическим решениям и новым моделям техники, которые были разработаны, освоены и выпущены нашими производителями. Стратегическими документами, важными для вас, кто еще не читал, предлагаю ознакомиться. Это небольшой документ, 30-страничный. 7 июля в прошлом году председателем правительства была утверждена стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения до 2030 года. Это, на наш взгляд, очень важный документ как для инвесторов, которые вкладывают в машиностроение, так и для потребителей, для ученых, для инженеров, для системы подготовки кадров. В одном документе мы собрали, собственно, основные тенденции и план мероприятий на долгосрочную и краткосрочную перспективу. Идея и стратегия очень простая. Мы поставили себе целевые показатели. Это достичь и обеспечить долю российской техники на внутреннем рынке не менее 80%. Второе. Половина всей производимой сельхозяйственной техники России должна экспортироваться. Уже сегодня наши машины экспортируются более чем в 30 стран мира. При этом очень приятно видеть наши машины, тракторы, комбайны, почвообрабатывающие орудия на полях в Германии, во Франции, в Канаде. Это показывает о высоком техническом уровне наших машин и конкурентоспособности. Но мы ставим задачу шире. Мы ставим себе задачу в ближайшие годы, до 2024 года, выйти на экспорт как минимум в 60 стран мира. И, как я сказал, довести долю экспорта до размера 50%. Самое главное, что можно это сделать, будет только в том случае, если у нас будет безостановочный прогресс в производстве, разработках, применении новых технологий. И этот прогресс у нас сейчас идет на наших заводах. Прежде всего на этапе разработки новых машин и оборудования. Мы поставили себе задачу в стратегию обеспечить, чтобы затраты на НИОК только как относительный показатель. Доля затрат от НИОК в выручке выросла в 10 раз. С 0,3%, как это было в 2016 году, до 3% от обороток мы ставим себя как целевой показатель. Но так как мы планируем существенный рост производства объема, то это означает буквально в 15-20 раз рост затрат на НИОК, которые будут проводить наши заводы, наши производители. Соответственно, это потребует увеличения количества конструкторов. Соответственно, это уже сегодня требует и, наверное, уже в половине компаний у нас машиностроительных российских в штате есть программисты, которые наравне с инженерами, с конструкторами продумывают уже электрическую, электронную составляющую машины, как эти машины вписываются в технологии. Поэтому эти все показатели тоже у нас заложены и мероприятия заложены в стратегии. Аналогичную стратегию мы разработали для пищевой и перерабатывающей промышленности. Она сегодня внесена в правительство, сегодня глобально в течение прошедшего месяца. И мы ожидаем, что в течение, наверное, июля месяца эта стратегия будет подписана председателем правительства. Похожий подход. То есть мы ставим задачу по увеличению доли нашего оборудования на российском рынке, создание аналогов, то, чего никогда не было. По увеличению экспорта наших машин. Их тоже достаточно много экспортируется. И развитие, естественно, научной и конструкторской составляющей. Какие основные тренды мы видим в машиностроении? Наверное, вы их тоже видите. Прежде всего, конечно, цифровизация пришла в проектирование машин. Сегодня у нас ни одна компания не занимается проектированием машин на бумаге. То есть это идет только в электронном виде. При этом многие компании уже применяют не просто саму систему проектирования электронную. Они действительно строят цифровые модели. Цифровые модели литейных заготовок, где отрабатывают технологию цифровые модели оснастки. Цифровые модели готовой собственной продукции. Соответственно, это ускоряет прогресс. Позволяет многие испытания проводить не вживую, не дожидаясь сезона. А делать это дешево, быстро, разнообразно, виртуально, вынося изменения в конструкцию, постоянно ее совершенствуя и улучшая. Второе, конечно, цифровизация пришла в само производство. И сегодня наши заводы-производители, и коллеги, зову вас посетить любой российский завод машиностроительный, который только вы хотите. Потому что там действительно есть на что посмотреть и есть чему поучиться. Те заводы, которые были построены в советское время, эти заводы пришлось полностью перестроить. Они на ходу, выпуская продукцию, перешли на новые гибкие технологии производства. А многие заводы сегодня у нас либо уже построены с нуля, либо сейчас находятся в процессе строительства. И каждый год не менее 10 новых производств у нас открывается по сельхозяйственной технике. Вы знаете все эти технологии. Это внедрение обрабатывающих центров, соответственно, замена жестких линий. Это массовая роботизация. Причем очень приятно, что наши машиностроители не просто уже пришли к тому, что они используют роботов. Они сами уже развивают этих роботов. Вот, как пример, приведу белгородскую компанию «Промагра». Небольшая компания, которая в городе Щебекино находится, в районном центре. Так вот, ребята, начав просто использование роботов у себя на производстве, заменяя человеческий труд на применение роботов, пошли дальше. Сегодня они, а, проектируют этих роботов, б, изготавливают сами уже этих роботов, и, с, уже начали готовить для отрасли и для других предприятий робототехников, молодых ребят, которые умеют настраивать, эксплуатировать, проектировать и использовать данных роботов в производстве. И, соответственно, от использования роботов только, например, в сварке, где это уже распространено, они пошли дальше, используют уже роботы в мехобработке, используют роботы для изготовления паковок и готовы практически любую человеческую операцию заменить на применение и использование робота. Примеров использования новых технологий в разработке машин тоже у нас достаточно много. Понятно, что сегодня машины, они основные тенденции на полях – это укропнение машин, это повышение их производительности, это машины становятся оснащены системами поддержки и помощи механизатору. Наверное, пока еще рано говорить о каких-то безлюдных технологиях, о машинах, которые сами будут ездить, хотя мы в фильмах уже с вами это видим, но, мне кажется, нужно к этому стремиться, и мы тоже ставим цели, задачи, ориентиры по использованию, по сути дела, агророботов. И даже если этой цели не будет в ближайшее время достигнута, мне кажется, здесь как с алхимией, очень важно к этому идти, потому что те же алхимики, ища рецепт философского камня, создали просто прорыв химии. У нас появилась новая наука с огромным количеством достижений. Вот также и мы, ставя задачу нашим заводам по применению безлюдных технологий, на самом деле уже находим много технических и технологических решений, которые приходят в нашу жизнь, облегчая жизнь механизаторов, работу механизаторов, снижая требования к их, уменьшая количество, точнее, их ошибок, повышая эффективность работы техники. Понятно, что сегодня все машины, сельхозмашины на полях, они все больше и больше будут превращаться в некие гаджеты, то есть это уже не просто кусок железа, кусок металлолома, а это машины умные, которые сегодня общаются с механизатором, завтра будут общаться друг с другом уже, для того, чтобы достаточно простые технологические задачи в поле выполнять, либо вообще без участия человека, либо под присмотром, просто под контролем человека. Наверное, остановлюсь отдельно еще об использовании и развитии компонентной базы электронной, сегодня это прозвучало, в частности, у нас, например, открыт отдельный НИОКР, вместе с коллегами из радиоэлектронной отрасли, сегодня мы уже разработали полностью программно-аппаратный комплекс для точного земледелия, основанный на российской компонентной базе. В этом году этот комплекс будет проходить испытания на полях, и по нашему плану со следующего года он уже будет запускаться в серийное производство. То же самое касается и огромного количества датчиков, у нас очень большое задело в этом смысле в оборонном комплексе, и абсолютно нет причин, почему бы эти наработки не использовать для развития нашего сельского хозяйства. Еще раз, коллеги, хочу пожелать вам очень плодотворной работы, обмена идеями, и со своей стороны скажу, что данное мероприятие мы считаем центральной площадкой по цифровизации сельскохозяйственной техники, нашего оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, и, соответственно, будем максимально обеспечивать поддержку, чтобы вам было комфортно вместе работать и развивать наш агропромышленный сектор. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!